Шрила Прабхупада, ки-джай. Недавно я слушал лекцию, и Прабхупада сказал кое-что, что он часто говорил. И он сказал, не думайте, что я шучу, не думайте, что я подкупаю вас, не думайте, что я этого думываю, не думайте, что я просто говорю какие-то вещи, просто чтобы вам это нравилось, чтобы вы хорошо себя чувствовали. Это факт, если вы следуете сознанию Кришны, вы вернетесь к Богу в этой жизни. И много-много раз Прабхупада, он, похоже, вещи говорил по-разному, что мы вернемся к Богу. И в другой лекции, это просто лекция, которую я недавно слушал, не то чтобы я специально искал на эту тему, но в другой лекции Прабхупада говорил, «Вы вернетесь к Богу в этой жизни». Это то, для чего движение сознания Кришны создано. Это то, что оно сделает. Можно видеть, как Прабхупада объяснял это. Не было сомнений, что этот процесс не будет эффективным. Он будет эффективным, и он вернет вас к Богу. Я думаю, что это важно. Это показывает, что этот процесс работает, и это миссия Прабхупады. И это возможно для всех нас, если мы следуем хорошо, настолько хорошо, насколько мы можем. И другая вещь. В разные времена Прабхупада объяснял, как ты вернешься к Богу. Ты можешь помнить, несколько дней назад мы читали цитату в ответ на вопрос о том, как вернуться обратно к Богу, какова квалификация. И Прабхупада процитировал вот этот стих. Рождение, карма, деятельность. Когда человек оставляет это тело, он не будет принимать другое рождение. Он придет ко мне. В ответ на этот вопрос или запрос о том, как вернуться к Богу, Прабхупада процитировал это. Если ты познаешь Кришну в истине, ты вернешься к Богу. Трудно ли познать Кришну в истине? И Прабхупада дал свои книги. Если ты читаешь его книги, ты познаешь Кришну в истине. И ты также должен следовать процессу. Так что ты пропустишь это внутрь. Ты будешь не только интеллектуально понимать. Так что Прабхупада, он дал нам седату. Это Кришна. Он дал нам процесс, посредством которого мы можем осознать Кришну, познать Его трансцензентную природу, Его рождение. Извините. Его рождение и деятельности. И таким образом, это то... Это один пример, который Прабхупада дает. Вы можете вернуться к Богу определенным образом. Было несколько писем, в которых Прабхупада писал преданным Санкиртанам, что если вы продолжаете распространять книги и делаете это служение, вы вернетесь обратно к Богу в этой жизни. Что можно понять по-разному. Если ты вернешься к этому служению, ты достаточно очистишь, чтобы вернуться к Богу. Или ты получишь достаточно милости, чтобы вернуться к Богу. Или достаточно милости, чтобы очиститься, чтобы вернуться к Богу. Он не давал деталей. Но первое впечатление, которое я получила, что если ты делаешь это служение, оно удовлетворит Кришну так сильно, что Он просто заберет тебя, это твоя награда. И потом Прабхупада говорил, я не знаю, может быть это был Джаббатака Махарадж или несколько преданных в Майапуре. Вы построите этот храм, и Бактивинода Токур лично заберет вас к Богу. И один раз он сказал, какого-то важного человека, например, короля, приводишь. Это как Бактивинода придет и заберет тебя к Богу. Но главный пункт был в том, что ты делаешь это служение, оно настолько важное для меня, для Ачарьев, для Махапрабху, что если ты делаешь его, ты получишь столько милости, что ты вернешься к Богу. И потом, конечно, мы знаем, очень часто Прабхупада говорил, 16 кругов, 4 регулирующих принципа, 16 кругов без оскорблений, 4 принципа, и в этой жизни ты вернешься к Богу. Поэтому 4-5 разных контекстов, в которых Прабхупада говорил, вернуться к Богу. Если не можешь, выбери сам, не можешь делать один, можешь другой. То есть есть 5 способов убраться из материального мира. Конечно, надо все их делать. Но суть того, что я говорю, это Прабхупада никогда не представлял вот эту идею возвращения к Богу, как это будет настоящей проблемой для большинства из вас. У большинства из вас на это уйдет много жизней. Нет, он представлял это вот так. У нас есть процесс, и у нас есть шастры. И с нашим знанием, и с нашим процессом мы можем вернуться к Богу в этой жизни. И это интересно, потому что некоторые из вас могут знать это. Прабхупада говорил в разных местах и в разное время, если у тебя есть небольшое желание, ты не можешь вернуться к Богу, потому что у тебя осталось желание оставаться в этом мире, и ты вернешься, потому что Кришна, Он просто исполняет твои желания, если ты не чист, ты не можешь туда уйти. Что делает все эти слова интересными, потому что Прабхупада говорит, что у тебя есть щепотка желания, и ты не можешь вернуться к Богу. И все думали, ну я никогда не вернусь, потому что мне кажется, всегда будет, ну хоть какое-то желание к чему-то, к какой-то маленькой вещи, может быть просто, знаете, мне нравятся помидоры или что-то такое, мне настолько они нравятся, что я не хочу возвращаться к Богу. Кажется нелепым, но Он говорит, даже щепотка вот такого желания. И, конечно же, кажется, что у нас есть щепотки желаний для чего-то. И потом Прабхупада говорит, с другой стороны уравнения, если ты делаешь эти вещи, ты вернешься к Богу, что указывает на, по крайней мере для меня, на какую-то невероятную милость, которая превозмогает все остальные условия, которые очищают нас, которые делают нас дорогими, Прабхупадзе, таким, до такой степени, что Он говорит, окей, ладно, я позабочусь об этом, не переживайте. Так что есть вот это чувство, ощущение в том, что Прабхупада говорит, вы делайте это, и мы позаботимся обо всем. Знаете, как отпуск, вот полный пакет, все включено. Ни о чем не надо волноваться. Вас аэропорта заберут, вся еда включена, комнаты, все развлечения, вот так вот. Я думаю, что это важно для нас, потому что может казаться, что, возможно, это невозможно в моем нынешнем состоянии, в этой жизни, для меня вернуться к Богу. Но Прабхупада, я думаю, можем сказать, что Прабхупада, он по-другому подсчитывает очки, не так, как мы подсчитываем очки. Мы считаем, о, посмотрите на меня, на мои желания, на уровень моей практики. Я так считаю. А Прабхупада считает очки по-другому. Вот процесс, этот процесс, он приведет тебя к Кришне. Это служение, оно сделает тебя дорогим Кришне, сделает дорогим мне и предыдущим ачарим. И я думаю, что мы можем смотреть на возвращение к Богу немного, как на с ритуалистической точки зрения, или как будто это какая-то формула есть, или как будто надо прийти какой-то экзамен в школе. И Прабхупада объясняет, что это не совсем так. Это немного так, 16 кругов, 4 принципа. Но там есть другие факторы, нет других факторов таких, что, ну, саняси, да, у грехасток не такой большой шанс. Иногда кто-то говорил, что если ты станешь грехастхой, то у тебя 50-75% шансов только есть. Что это означало? Что больше возможностей пасть, если ты грехастха, больше возможностей или чувственных наслаждений. Но мы знаем, что эти возможности есть в любом ашарме. Так что Прабхупада не имел в виду, что если ты стал грехастхой, ты бесполезный и все безнадежно. Он не делал такого разделения. А, мы все вернемся к Богу, кроме грехасток, про них можно забыть. Их жизнь слишком материалистична. Нет, так никогда не было. Поэтому, что мы видим из вещей, которые Прабхупада говорит, что есть связь. Ты сделал что-то, чтобы удовлетворить своего гуру, чтобы удовлетворить Прабхупаду и предыдущих ачарьев, Пактивинода Такура. Это... Вот и все. Когда ты это сделал, ты можешь вернуться к Богу. В этом смысле. Не совсем так. Насколько были хороши твои круги, насколько были хороши твои... Принципы. Сколько раз ты подскользнулся? Ты подскользнулся? Если ты подскользнулся три-четыре раза в своей жизни, тебе придется возвращаться. Никогда не было такого подсчета точного. И Прабхупада знал, что его ученики, они подскальзывались. Он не был в забвении насчет этого, но он знал, что его ученики, они искренние. И он знал, что в какой-то момент их Бхакти станет стабильной. И мы также можем сказать, как многие мои духовные братья говорили, со связью Прабхупада с Кришной он мог договориться с Кришной. Вот эти преданные, они посвящают жизнь распространению сознания Кришны, они совершают аскезы и так далее. Поэтому, пожалуйста, пропусти их через заднюю черную дверь, даже если они не полностью квалифицированы. Поэтому это ощущение точно присутствует. Вот чистый преданный пришел, чтобы забрать нас из материального мира. И это того, чего хочет Кришна и чего хочет Махапрабху. И если это настолько сложно и невозможно и настолько что-то редкое, то это зачем... Это как бы бесполезно иметь это движение, потому что цель движения — забрать всех обратно к Богу. Поэтому это кажется бессмысленным иметь движение, которое создано забрать людей, если оно не может предоставить на самом деле и сделать это. если это ложное обещание, потому что мы говорим людям об этом, но мы на самом деле не можем вернуть их к Богу. Поэтому миссия Прабхупада была не просто начать движение, чтобы люди воспевали, принимали просад. Она была... Его миссия в том, чтобы забрать людей к Богу. Это желание Кришны. И Прабхупада приходит как слуга Кришны, чтобы сделать это, совершить это. Прабхупада бы не сделал этого, если бы процесс не работал. Много-много лекций, где Прабхупада говорил, воспевание Гарри Кришны, принимание просада — это настолько мощно, этот процесс настолько мощный, что весь мир может стать сознающим Кришну, если бы они все это делали. И мы можем думать, ну я вот воспеваю, я принимаю просад, и я все еще привязан, вот смотрю какие-то фильмы или какие-то книги непонятные, читаю музыку, слушаю. Это может быть правдой, но если вы продолжаете воспевать, и вы станете более искренним, и станете более безоскорбительным в своем воспевании, вы увидите, что больше и больше у вас появляется отречение и больше привязанности к Кришне. Может быть такое, что мой микрофон не включен? Да, это возможно. О, неправильный микрофон. Извините. Сейчас лучше, да? Сейчас, подождите. Сейчас лучше, да? Вы меня слышали как с расстояния, да? У меня был неправильный микрофон, ключ подключен. Вы слышали, что я говорил? Может быть, надо повторить? Потому что повторить, что я говорил до этого, вы не слышали? Сейчас лучше, но вы более-менее меня слышали раньше тоже, да? У меня было все установлено для... Да, у меня было неправильно установлено микрофон. Он для воскресной программы был установлен, потому что мы пели Киртен тогда. Интересно. Это была неправильная кнопка. Вся суть в маленьких деталях иногда. И так вот. То, что я выражаю, это то, что все из вас, кто чувствует, что я не знаю, квалифицирован ли я вернуться к Богу, могу ли я, как это возможно, я не вижу, как я могу очиститься. И я думаю, что это очень нормально чувствовать так. и это неплохо так чувствовать. Это как... Это реалистично и это смиренно. Но суть того, что я говорю, это... Если вы берете наши... Берем наши чувства и помещаем их рядом с вещами, которые Прабхупада говорил, он сказал нам, он говорил нам в разных контекстах, как посредством делания того или этого мы вернемся к Богу. Поэтому я не думаю, что мы можем преуменьшать эти слова, что мы должны как-то отталкивать в сторону и говорить, что нет, это для другого преданного. Это не для меня. Потому что я не делаю Санкиртану сейчас. Ну, может быть, я не распространяю книги, но мы занимаем своей жизнью, насколько мы можем, в том, чтобы делиться сознанием Кришны. Мы все помогаем так или иначе строить Майапур. Мы все понимаем Кришна-лилы до какой-то степени. Мы воспеваем. Мы делаем вещи, которые Прабхупада говорил, вернут нас обратно к Богу. И я думаю, больше, чем материальное желание, возможно, думать, что будет самым вредным и что задержит нас в материальном мире от оскорбления преданных до такой степени, что мы оставим Бхакти и не сможем заниматься чистой Бхакти. Но чистая Бхакти значит, что я чисто хочу удовлетворить своего Гуру. Я могу не быть таким чистым преданным, но мое желание удовлетворить его очень сильно. И я хочу этого больше, чем чего-либо другого. И я не фокусирую свою жизнь вокруг чего я хочу, а вокруг того, чего хочет Гуру и Прабхупада. И это считается чистой Бхакти. И Прабхупада подтверждал разными способами, что если у нас есть это настроение, то, если у нас есть это настроение, то, да, мы вернемся к Богу в этой жизни. Другая вещь, которая, я думаю, важна для нас, я говорил о ней раньше, упомяну опять, это служение Прабхупаде, служение своему духовному учителю. Вернуться к Богу — это служение Прабхупаде, духовному учителю, потому что, когда вы получаете инициацию, становитесь их учеником, это контракт, и они дают обязательство вернуть вас к Богу. Это их служение вам, как духовного учителя. И соглашение таково, что они помогут вам вернуться к Богу через свои наставления, и вы примете эти наставления, чтобы вы могли вернуться к Богу. Приведу себя как пример. Мой контракт с моими учениками таков, что или мое обещание, которое основывается, мои обязательства, которые основываются на описании работы духовного учителя, так сказать, это вернуть ученика обратно к Богу. Это как мы используем эту идею контракта, договора. Вот вы инициированы. Даже если вы не инициированы, вы приняли этого человека как гуру, и он принимает вас. Я сейчас возьму ответственность за твою духовную жизнь, чтобы вернуть тебя к Богу. Но чтобы я взял эту ответственность, ученик также должен взять ответственность, делать вещи, которые помогут ученикам. Как если бы я был доктором, я бы сказал, что я беру ответственность за твое здоровье, но ты должен делать то, что я прошу от тебя. Так что этот контракт, он работает в обе стороны. Если ученик говорит, я не думаю, что я могу вернуться к Богу, я не хочу возвращаться к Богу, я не пытаюсь вернуться к Богу. Нет, это неправильный образ мыслей, потому что это против контракта идет. Потому что контракт с Гуру, я принимаю прибежище, и поэтому Гуру и Прабхупада, или мы должны сказать Прабхупада, потому что Гура везет к Прабхупаде. Это то, чего хочет... И Гуру везет ученика к Прабхупаде, чтобы Прабхупада отвел его к Кришне. И когда ты принимаешь Гуру, это часть твоего служения. Вернуться к Богу, потому что это его служение, и ты помогаешь своему Гуру в его служении, а его служение вернут тебя к Богу. Поэтому даже если ты не хочешь возвращаться в настроение служения ему, ты должен захотеть вернуться к Богу, и ты должен делать вещи, которые вернут тебя к Богу. Это логично? Это служение? Кто-то пишет, в одной из предыдущих лекций вы упоминали пример кого-то, кто оставил тело, и родился преданный ученик Прабхупады, который родился в семье преданных. Как мы можем понять в связи вот с этой темой, про возвращение к Богу? Да, хороший вопрос. Есть только две причины, по которым мы можем переродиться. Он был такой особенный, что Прабхупада хочет, чтобы этот человек вернулся и продолжал служение, или человек не совсем очистился. Что-то еще... Многие из этих историй иногда происходили, когда кто-то умирал молодым и еще не был зрелым в своем бхакте. И я... Мое понимание, когда Прабхупада говорит, если ты делаешь это, то ты вернешься к Богу, он смотрит на это, смотря на всю их жизнь. Если ты делаешь это всю свою жизнь, ты будешь к концу жизни готов вернуться к Богу. Если человек умирает молодым, и у него не было времени созреть, или если преданный не очень хорошо свою садану выполнял, или свое служение достаточно хорошо, и не смог достичь этого уровня зрелости, ему еще нужно было какую-то работу проделать для этого, то тогда он вернулся, и это может быть одной из причин. По крайней мере, это мое впечатление. Когда Прабхупада говорил, ты вернешься к Богу в этой жизни, он говорил, ты посвятишь всю свою жизнь, и ты станешь зрелым посредством того, что ты посвятил всю свою жизнь служению. Это может также означать, что в некоторых случаях у нас есть привязанность, которая очень сильна, которую мы не можем оставить или не хотим оставить. И это вызовет то, что нам придется вернуться. Это то, как обычно Прабхупада это объяснял. Если у нас есть какие-то желания невыполненные, материальные, и это не что-то маленькое, на маленькой чистоте жужжит время от времени, а это на большой чистоте сильное желание, тогда мы вернемся. Мы можем даже уйти на верхнюю планету, чтобы исполнить это желание. Кришна, то, как Кришна работает, это интересно, потому что Он выполняет желания. И Он исполняет желания иногда даже, такие, которые преданные и не хотят исполненными уже видеть. У меня было это желание, но Кришна, пожалуйста, не исполняй его, потому что это нехорошее желание. Например, как Друва Махарадж. У него было это желание быть более могущественным, чем его отец. И потом, когда он увидел Кришну, это желание, оно просто испарилось. Это глупое желание, у меня есть Кришна, это лучшее. Но Кришна дал ему планету, и Друва Махарадж говорит, ну я ее уже больше не хочу. Ну Кришна говорит, ну да, но раньше ты хотел, ты и до этого хотел, поэтому я тебе ее даю. Поэтому иногда Кришна, Он вот такой, как говорят, ты должен быть осторожен с тем, чего желаешь. Иногда Он знает, чего ты хочешь, и говорит, хорошо, я знаю, что ты хочешь наслаждаться. Ну ладно, можешь наслаждаться 10 тысяч лет, а потом возвращайся сюда и заканчивай свое бакте. К что мы должны быть осторожны. Потому что Кришна, Он дает тебе то, чего ты хочешь. И если ты очищен и хочешь вернуться к Богу, это твоя миссия в жизни, и это должно быть твоей миссией. И Прабхупада просил, чтобы мы сделали это своей миссией. Тогда мы в хорошей позиции. Если наша миссия в жизни, а, ну я попытаюсь вернуться к Богу, но я не очень продвинутый, я не уверен, смогу ли я это сделать, мне на самом деле, у меня нету такого большого желания, у меня столько желаний вот к этому, А, Б, В. Это не, это значит, что мы на самом деле не следуем. Это значит, что мы не следуем. Я нашел лекарство, которое помогает с аллергией, но оно меня засыпляло. Но я еще жду лекарства от доктора Виджай Лакшми. То лекарство хорошо сработало, но я засыпал, когда я давал лекции. И все тоже засыпали, кто смотрел. Был преданный, кто на самом деле уснул во время лекции. И мне сказали, все во время лекции тоже засыпали. Так что это была интересная картина. Я хочу сконцентрироваться на этой концепции, на этой идее, что миссия Прабхупады — забрать нас к Богу. А наша миссия в том, чтобы удовлетворить Прабхупаду, не так, чтобы принять преданное служение, так что, ну, может, в этой жизни, а может, в следующей. Нет, в этой жизни это то, чего он хочет. И это возможно посредством этого процесса. И это возможно посредством этого процесса. И это значит, что потенциально это возможно для всех, кто принимает процесс. Кто-то может сказать, ну, я не такой продвинутый, не такой серьезный, или то, или сё. Но суть в том, если ты становишься настолько серьезным, если ты становишься настолько строгим или решительным, Тогда Прабхупада сказал, это может сработать. А что если из-за своей прошлой жизни, я в этой жизни не такой решительный, не так строго следую? Да, у этого есть какое-то влияние, но суть того, что говорил Прабхупада, всегда была в том, что если ты решил в этой жизни быть строгим, более верным и так далее, то ты можешь это сделать. И логика Прабхупада была такова, что, а почему бы тогда это не сделать? Даже если ты не настолько продвинутый, как этот другой преданный, как мы говорили о Бхактичаре с вами, он принял сознание Кришны просто вот так вот, по щелчку, и просто воспарил над всеми преданными, как будто бы. Очевидно, что он был продвинутый с прошлой жизни. А значит ли это, что это недоступно для нас, падших млеч, яванов, которые родились на Западе? Я думаю, мы можем сказать реалистично, что если вы родились на Западе, если вы выросли и вас кормили мясом, и вы не следовали принципам, пока вы подрастали, да, это более сложно, чем если бы вы родились в индийской культуре, или вегетарианцам, что же говорить, если у вас преданные, родители преданные? Да, это большое преимущество, в этом нет вопроса. Но, но если вы просто посмотрите на статистику, те, кто родились в этой выгодной позиции, они не всегда поднимаются над теми, кто родились не в такой позиции. Потому что те, кто родились не в выгодной позиции, если они используют на полный процесс Бхакти, они очень высоко поднимаются, очень быстро. Так что мы не можем использовать это как оправдание, что я не вырос в этой правильной среде, и я вот видел все эти вещи. И это правда, у этого есть эффект, но влияние, но если вы изучите проповедь Прабхупады, он никогда не чувствовал, что у этого было такое влияние, такой эффект, чтобы помешать вам стать сознающим Кришну. В этом суть. Это недостаточно сильно, чтобы помешать, чтобы остановить вас. И если бы это было, он бы просто увидел это, и он бы сказал, это не сработает в Америке. Я вернусь в Индию и проповедовать в Индии, потому что у них есть благочестие. Это не сработает в Америке, не сработает в Европе, в Африке, в Южной Америке, не сработает в России, Китае. Но это интересно также, потому что во второй песне перечисляются разные расы людей, которые считаются за пределами ведической культуры, и любая культура за пределами ведической культуры считается, так сказать, инвалидом духовным. У нас нет правильных самскар, мы нечистокровны для духовной жизни. И таким образом они все перечисляются, и все эти разные места, это россияне, это китайцы, монгольцы и так далее, европейцы, перечисляются все эти места, и это как раз все те места, про которые Прабхупада говорил, едь туда и проповедуй. Бхагаватам говорит, все эти расы, все, которые раньше считались бы неподходящими для Бхакти, они подходят для Бхакти в Кали-югу. Это было послание, которое ты получаешь от Прабхупады. Смысл его послания такой, ну да, если вы были заняты в греховной жизни, то это оставит определенный отпечаток, и на определенной стадии Бхакти будут, вверх и вниз вы будете качаться. Но само по себе этого недостаточно, чтобы сделать вас настолько инвалидом, чтобы вы не смогли достичь успеха в этой жизни. И это очень важное послание, потому что, что выходит из нашего собственного сердца, это я не знаю, могу ли я успешно это все сделать, потому что из-за того, как я вырос и как я жил все эти жизни предыдущие, и я не знаю, уйдет ли куда-нибудь когда-нибудь это вожделение, или это печаль, или это зависть, или это желание богатства, или славы. Я не знаю, уйдут ли эти вещи когда-нибудь. Но что говорит Прабхупада, это то, что если вы остаетесь, если вы остаетесь с процессом достаточно долго, они уйдут. Может казаться, что они не уйдут, но если вы поговорите со старшими преданными и зададите им этот вопрос, вам когда-нибудь казалось, когда вы были более молоды, что вы когда-нибудь достигнете позиции той, на которой вы сейчас, в плане вашего вкуса и отречения, и преданности, и они все скажут, «Нет, я знал, Прабхупада говорил, что это возможно, но я на самом деле не был уверен насчет себя». Мне казалось, что это было неясно, получится или нет. И они могут сказать вещи, «Да, иногда временами я сомневался в этом, потому что, знаете, Майя, она...» У меня были сомнения из-за Майи, я сомневался, могу ли я быть сознающим Кришну. Но суть того, что говорил Прабхупада, неважно, какая ситуация, процесс Бхакти, он чист. И если вы искренни, если у вас есть желание, и вы готовы следовать, вы будете успешными. И есть этот пример Охотника. Это действительно, я не хочу использовать слово «низкоклассный», потому что оно не политкорректно. Давайте используем слово, и это не с философской точки зрения, что мы пытаемся сказать. Давайте опишем его. Он был очень злым человеком, очень несострадательным. Не то, кого бы вы считали подходящим человеком, чтобы стать преданным. Он вырос в семье, которая жила за счет того, что убивало животных, и они наслаждались убийством животных так, чтобы животные страдали. И это то, чем он занимался. И вы можете представить, если он делает это, пьет и другие вещи, которые, кажется, тоже он делал, мы можем просто представить, что он был не в хорошем положении. Но он стал очень сознающим Кришну. Посмотрите на Джамилу. Конечно, Джамилу был до этого браманом. Но когда Джамила оставил браманическую деятельность, мы узнаем, что он стал привлечен к проституции, он жил с ней, и он поддерживал себя как вор по какой-то причине. Это то, как он смог зарабатывать деньги. И Прабхупада говорил, если у вас есть отношения с проституткой, и незаконный секс – это фундамент, всей другой деградации, интоксикации и так далее. И мы понимаем, что Джамил, он был на самом дне в отделе греховной деятельности. Но когда у него было его откровение, и он опять вернулся к Бхакти, и все было нормально потом. И мы также можем увидеть это в своем движении, что иногда у кого-то трудности, и они уходят. Может быть, им надо было опять получить какой-то опыт в мае, и они возвращаются и говорят, «Ну все, с меня хватит». И они опять принимают процесс преданного служения, серьезно, как когда они были более молодыми преданными. И это прямо как будто бы вот эта вот часть жизни, где они подскользнулись и не следовали. Оно было как какой-то сон, и вот они сейчас проснулись, и у них все очень хорошо получается. В этом суть. Внутри процесса есть могущество, и хотя мы можем быть не настолько квалифицированы, в процессе есть это могущество. Как еще можно было назвать того уходника деградировавшим, некультурным? Ну, мы поняли, о чем мы говорим. Или в комментариях просто писали. Или просто даже если не деградировавший человек, а просто с материалистичными привычками, которые глубоко впечатаны в наши сердца. И таким образом просто попробуйте понять этот контекст. Мы можем посмотреть на него с точки зрения Пракхупаты. Я объяснял это раньше, но я думаю, что это стоит обсудить и в этом контексте. Пракхупата приезжает в Нью-Йорк. Первая вещь, это то, что он приезжает. То, что он приезжает, значит, что это возможно. Он не был уверен, что это было возможно, но он был готов попробовать. Если вы прочитаете молитвы, которые Пракхупата написал на лодке, у него были сомнения, потому что Пракхупата спрашивал, как Америка – самая материалистичная страна, и Бхагаватам – это самое чистое, духовное, возвышенное духовное знание. Как может материалистичный ум понять это? Но мне дали наставление проповедовать его. Так что есть такая несостыковка. Мне сказали проповедовать то, что я сомневаюсь, они могут понять. И Пракхупата говорит, так что, Кришна, ты можешь сделать две вещи. Ты можешь сделать мою речь такой, чтобы они поняли. И внутри их сердца ты можешь помочь им понять. Так что Пракхупата, как это возможно? Это невозможно. Это прямо то, о чем мы говорим. Как они могут сознавать Кришну? Пракхупата говорит, что я могу. И вот Пракхупата приходит, и он начинает проповедовать. Он – игра слов. В общем, он оценивает ситуацию. Заценивает ситуацию. По крайней мере, в Южной Африке говорят. Зацени ситуацию. Зацени, Прабхуп. Проанализируй. Оцени. И это достаточно интересно. Подумайте об этом. Прабхупата, он сталкивается с классом людей, которые заняты в деятельности, с которой он никак даже не соприкасался раньше. Как Прабхупата пошутил, когда у него спросили, что такое хиппи? Кто-то очень… Он сказал, это кто-то очень необычный. Так что можете представить, для Прабхупата это все было очень необычно. Эти люди были необычными. И вот он… А вот они с длинными волосами, люди… Все обнаркоманенные, все занимавшиеся сексом. И он никогда не думал, что с ними этого не сработает. Он смотрел на них и говорил, это может сработать. Принятие Прасада и воспевание Харе Кришна может сработать. У него была эта вера. Он не сомневался в процессе. И я думаю, что это важно, потому что если этот процесс смог очистить самых низких из нишек, не мог бы очистить самых низших из нишек, то Прабхупата бы не потратил столько времени в Америке. Он бы просто сказал, ну ладно, возвращаемся в Индию. Может быть, пару учеников получится сделать, но большинство американцев у них не получится. это сделать. Просто вернемся в Индию. И я думаю, что это делает эти слова очень ясными. Если я думаю, что я могу стать сознающим Кришну, если я думаю, что я не могу, по крайней мере, помните, что Прабхупата верит, что ты сможешь, и Прабхупата дал тебе процесс, который может это сделать, и Прабхупата хочет, чтобы ты это сделал. Вот в чем смысл всего Искон? Почему он существует? Вернуть людей обратно к Богу. И сделать на этой земле все возможное, чтобы сделать это возможным. Высшая цель Искона – это забрать людей из этого мира. И дополнительная цель, практическая цель – делать вещи, занять в деятельности, которая устраивает это, делает это возможным. Вот. Я думаю, что это важно всем нам понимать в плане нашей обязанности. Какова твоя обязанность в рамках Искона? Да, это проповедовать сознание Кришны, но это также и подготовить себя к возвращению обратно к Богу. И проповедовать сознание Кришны означает подготавливать людей к возвращению обратно к Богу. Это движение возвращения обратно к Богу. Поэтому журнал назывался «Обратно к Богу». Так что я надеюсь для всех вас, чтобы вы переделали свой образ мыслей таким образом, если я не могу что-то сделать, и мы все чувствуем, как я говорил, это проявление смирения, что мы не квалифицированы. Но для некоторых из нас это не всегда смирение. Я не смиренный, это просто реальность, это то, как я чувствую, я не квалифицированный. Посмотрите на мою деятельность, посмотрите, я не квалифицированный. Я не буду с этим спорить. Я знаю, я могу понять это. Но мы должны поставить это в другой контекст, что в конце концов мое путешествие обратно к Богу это не будет путешествие, которое я совершаю один. Это будет по милости всех Вашнаву, всех Шикшагуру, моего Гуру, Шрила Прабхупады, Бхагаватам. Божество, это будет синергическое усилие. И когда ты посмотришь на это объединенное синергическое усилие, ты всего лишь одна часть чего-то, много более великого, чем ты. Бхагаватам помогает тебе, Божества помогают, Прасадам помогают, Киртан помогает, Джапам помогает, Прабхупада помогает, твой Гуру помогает, твой Шикшагуру помогает. Так что это не только ты один, кто тянет сам себя своей же собственной силой. И когда ты понимаешь это, что есть целый процесс, который делает это, на самом деле делает это для тебя, если ты готов следовать процессу, что он не зависит только на то, квалифицирован ты или нет, но процесс, он может это сделать. Давайте представим, что я иду в спортивный зал, я весь такой жидкий, дряблый, и я думаю, я никогда не буду мускулистом, никогда не буду, не буду. И человек говорит там, ну смотри, вот у нас есть разные тренажеры, если ты используешь каждый день, то они научно так созданы, чтобы работать с разными группами мышц в твоем теле. Если ты будешь это делать, то ты будешь мускулистым. Ты думаешь, нет, я не могу, смотри, какой я худенький. А он говорит тебе, нет, ты используешь эти тренажеры, ты пьешь этот протеин, принимаешь эти добавки, витамины. Это сработает. И у него есть какая-то вера, и вот ты начинаешь заниматься на тренажерах, и ты не понимаешь, как они устроены. Но через несколько месяцев ты смотришь в зеркало и думаешь, о, Боже, на самом деле работает. Так что вся слава тренажерам, вся слава протеину, витаминкам, которые растят мышцы, это вот типа того. Вы готовы пойти на тренажер, потому что тренажер сделает это для вас. Вы готовы воспевать хорошие круги? Вы готовы читать книги Прабхупада каждый день? Вы готовы попробовать получить сангу? Вы готовы делать какую-то форму поклонения Божествам у себя дома? Или делать какое-то служение? Если вы готовы, то процесс, он работает над вами. И тогда это все становится понятно, когда Прабхупада говорит, если ты делаешь это, в конце жизни ты вернешься к Богу. Не потому, что мы квалифицированы, но потому, что мы делали процесс, процессы, которые сделают нас квалифицированными. Я не такой умный, но если я могу попасть в очень хороший университет, и я применю себя там, может быть, мне придется учиться более тяжело, чем другим, больше учиться, чем другим ученикам, потому что я не такой умный. Но если я это сделаю, то я могу стать и доктором наук, и профессором. Я думаю, что я не такой умный, но если я применю процесс по отношению к себе, и учителя помогут тебе, вот изучай это, делай вот это тебе, вот это нужно, вот так. Если ты делаешь эти процессы, ты станешь успешным. И единственная вещь, которая в конце концов может оставить тебя в материальном мире, это твое нежелание. Единственная вещь, в конце концов, и это тяжелая для осознания, реальность и осознание, и это больно понимать, но реальность такова, что единственная вещь, которая может отдалить нас от успеха в сознании Кришны, это наше нежелание выполнять процесс хорошо, или наше нежелание, неготовность выработать правильное умонастроение, или наше нежелание делать то, что необходимо. Это единственное, что может помешать нам. Ничто не может больше помешать нам. Иногда это нежелание, неготовность, она иррациональна, неррациональна, и Майя, она настолько экспертна в создании неррациональных оправданий и своей позиции, я слышу очень много таких оправданий. По крайней мере, когда вы не человек, который делает это оправдание, у вас есть объективный взгляд на него, и объективно, когда я их слышу, у них нет никакого смысла для меня, потому что это оправдание для того, чтобы не предаться Кришне. Я думаю, почему бы кто-нибудь хотел оправдания для непредания Кришне, но когда человек его делает, это кажется таким логичным для него, кажется, вот так вот все есть, это просто реальность. Я смотрю на это со стороны и думаю, я понимаю, что ты говоришь, я понимаю, как ты себя чувствуешь, но почему ты позволяешь себе смотреть на вещи таким образом, почему ты позволяешь себе испытывать эти эмоции, если результат этого всего таков, что это тебя отдаляет от сознания Кришны, это отдаляет тебя твоего гуру, это отдаляет тебя от Пракхупады. В этом нет никакого смысла. Это могущество Майи, и оно может создать столько нерациональности в нашем уме, которые превратятся в оправдание, почему я думаю, что я не могу вернуться к Богу в этой жизни. Так что, если мы понимаем, что цель это вернуться к Богу, тогда, когда мы видим препятствия, вот препятствия, я сейчас нерационален, у меня есть оправдание, почему я не могу вернуться к Богу. Что мы должны тогда сделать, вместо того, чтобы позволить этому оправданию вести нас дальше, мы должны посмотреть на него и спросить себя, как я могу поправить это, потому что это проблема. Как я могу посмотреть на это по-другому, как я могу понять это по-другому, как я могу справиться с этим таким образом, что это больше не будет оправданием. И что многие из нас делают, это как оправдание становится нашей зоной комфорта, как будто бы они нужны нам, потому что это может все объяснить все наши анархии. Ну, конечно, у меня есть эти анархии, потому что... И потом оправдание идет. И тогда нам нормально, мы чувствуем себя хорошо, потому что оправдание объясняет, почему я не встаю рано, не воспеваю хорошо, потому что... И я не серьезен, потому что... И это одно оправдание становится вселенским оправданием, чтобы снять весь стыд и чувство вины, которые должны на самом деле прийти, чтобы простимулировать и вдохновить меня стать более сознающим Кришном. Но мне нужно это оправдание, потому что я в конце-то концов не хочу быть узнающим Кришну, не хочу чувствовать стыд или вину из-за этого. Что я говорю, если миссия вернуться обратно к Богу, то ты находишь эти вещи, которые мешают тебе, и ты анализируешь их, ты смотришь на них, и ты понимаешь, да, я делаю это оправдание, чтобы у меня было оправдание быть в мае. И это глупо. Если моя цель вернуться к Богу, это оправдание, это, наверное, главная причина, по которой я бы не был успешен в своем сознании Кришны. Поэтому вот что мы должны делать. Мы должны быть более аналитичными. Так, в чем проблема? Что меня здесь держит? И что мне надо с этим делать? И если мы это сделаем, тогда слова Прабхупады ты можешь стать сознающим Кришну и вернуться к Богу в этой жизни, тогда слова Прабхупады неуспешны. Некоторые из вас слушают это, может быть, мои ученики или ученики других гуру. Некоторые из вас думают о том, кто будет ваш гуру. Но в любой ситуации, в каждой ситуации, в которой вы находитесь, просто попробуйте понять. Ваш гуру, его медитация, на вас, как на ученика, как убрать вас из этого места, как вытащить вас отсюда. И он не может вас вытащить, если вы не хотите сотрудничать с ним. Все, пошли, побежали. Майя идет. Ай, я не могу бежать. Я слишком устал. Беги, беги, она тебя сейчас атакует. Беги так или иначе. Да не, не могу, я слишком устал. Я должен рассказать вам эту историю. Это удивительно. Она будет также развлекательной. Немножко. Тамал Кришна Махарадж, он был вдохновлен Майклом Джорданом. Это баскетболизм, в Америке известный. Интересно, да? И Тамал Кришна Махарадж, он хочет быть самым лучшим во всем, что он делает. И он сказал, Майкл Джордан, он был настолько хорош, он был иконой для меня или ролевой моделью. Как у тебя может быть ролевая модель непреданной? Потому что ты берешь один аспект чего-то, что очень, что что-то тебя вдохновит, что что-то, с чем ты резонируешь в этом человеке. И я думаю, что как с некоторыми людьми, этот идеал достижения, быть лучшим из того, что ты можешь из себя выжить и делать все идеально. Я не знаю, если он смотрел, как он играл в баскетбол или как это все было, но он был иконой для Тамал Кришна Махараджа. И у меня было вот такое же чувство в отношении к Мухаммеду Али, это боксер. Потому что не его умонастроение, но его люди, которые решительны и преданы чему-то и хотят чего-то достичь. Эти боксеры, это удивительно. Они вдохновили меня в своей решимости быть номером один. Это, можно сказать, настроение боксеров. Я хочу быть номером один, я стану номером один. И я хочу, как будто бы, я как будто бы хочу порекомендовать вам это сделать, но не могу этого сделать, потому что это не в сознании Кришны. Но на меня это имело очень сильный эффект в сознании Кришны. Можно сказать, что я взял этот яд, переварил, и вот сейчас вам выдам всю суть. Если вы знаете что-то про Мухаммеда Али, он кажется, только когда уже был возраст, и он стал проигрывать битвы. Но когда он был молод, его нельзя было победить. И его практически победил боксер в какой-то момент, которого звали Джо Фрейзер. И интересный момент в этой схватке это было то, что это как кто-то с Бимой сражался. Они были равны друг другу в силах, и никто из них не мог победить другого. Они уже долго дрались. И эта вот битва боксерская была такая же с Мухаммедом Али. Они в 15 раундов продрались, и к концу они уже оба говорили, что у меня больше нет энергии сражаться дальше. Я не думаю, что я могу дальше сражаться. Тренеры говорят им, вы должны. Так что они оба были в одинаковой позиции. Любой из них мог уничтожить другого. Они были настолько слабы оба, если бы у кого-то из них было силы. но они оба очень старались просто как-то оставаться на ринге и держать удары. И это уже было на 12 раунде, и на 13 раунде у них уже было состояние, что они едва могли стоять на ногах. Но они выходили на ринг, и у них откуда-то бралось это вдохновение, особенно Мухаммед Али. Я думаю, это был 13 раунд. его стиль траки был такой пританцовывать, и у него уже не было сил, но он все равно вышел на ринг, и он откуда-то взял эту энергию, которой у него уже не было, и он как-то начал опять танцевать. И вот дошло дело до 14 раунда, и они были уже на самых последних остатках энергии, и Джо Фрейзер, он был абсолютно вымытан. И Мухаммед Али, у него было совсем чуть-чуть больше энергии оставалось, чем у Джо Фрейзера. И Джо Фрейзер, он не мог уже больше сражаться, и Мухаммед Али, он просто... Каждая унца энергии, которая у него оставалась, он атаковал его, и рефери, ему пришлось остановить схватку, потому что он понял, что... Потому что у них есть правило, что если один боксер вообще не может больше драться, то надо останавливать схватку, потому что другой его тогда может повредить. Нет, нет, что произошло? его собственный тренер. Тот, кто его тренирует. Они остановили схватку, они не позволили ей продолжаться, потому что... Он сказал Джо Фрейзеру, я тебя не пущу на ринг, потому что тебя могут повредить сильно здоровье на всю оставшуюся жизнь, ты вообще не можешь больше сражаться. и таким образом Мухаммед Али сидит там, думая, что вот сейчас он пойдет на 15-й раунд до 5, и у него не осталось ни капельки энергии, он не знает, как он будет дальше сражаться, и он слышит, что... что тренера на другой стороне говорят, что все, драка, схватка закончена. И Мухаммед Али, он встает и сразу же падает. У него вообще не было больше энергии. И это интересно было наблюдать за этим, потому что, если бы он не узнал, что схватка отменяется, он бы просто, наверное, тоже бы упал. Он не мог даже идти, он был настолько вымотан. И я смотрел это, и причина, по которой я смотрел это, потому что я сказал, я хочу понять, что это значит быть настолько зафиксированным на том, чего ты хочешь достичь. И это было настолько вдохновляюще для меня. Зачем ты посмотрел это? Но это как Тамал Кришна Махараш с Майклом Джоргеном. Это было настолько вдохновляюще. Хотя два человека, они не вышли просто поиграться, они вышли, чтобы победить. И я подумал, вот оно, это тот урок. Когда ты делаешь что-то, ты делаешь это, чтобы победить. Ты не делаешь это, а, потрогаю воду, может быть, она холодная или достаточно горячая, ножки только помочу. Если боксер или атлет, или бизнесмен, или студент, или кто-то другой не входит в свою игру с настроением выиграть, то их там побьют, они проиграют. и вы помните, и вы помните, в Гите, Кришна говорит, Прабхупада говорит, стать преданным значит объявить войну Майи. Когда я услышал это, я подумал, вау, это мощно. Мы в войне с Майей, и если ты потеряешь внимательность, я не знаю, как я посмотрела этот матч по боксу, мой отец смотрел, но я никогда не интересовался боксом, никогда не смотрел, не думал об этом. Может быть, как-то из-за того, что отец смотрел, обычно просто проходил сквозь комнату и, может, пару минут заглядывал туда, как два человека избивают друг друга, и ты думаешь, зачем это вообще смотреть? Но, когда эта аналогия всплыла, я в своем уме подумал, это схватка, это схватка. И, то, что ты видишь в любых соревнованиях, особенно в всяких боевых искусствах, борьбе, это вот это состояние ума. Иногда они выигрывают схватку, потому что они просто пугают своего оппонента тем, что у них такая решимость, что другой думает, что этот человек, он как железо, я боюсь с ним сражаться. Они идут с этим настроением, что я выиграю. Моему сыну ему нравятся вот эти смешанные боевые искусства, и он показал мне кое-что об этом, и он показал мне эту схватку между девушкой, которую никто никогда до этого не побеждал, и другой девушкой. Вот эта девушка, которую никто не побеждал, она думала, что она непобедима. И другая девушка пришла, и она говорит, ну ладно, мы попробуем. и она была в очень таком смиренном состоянии. Она была очень этична и приземлена, и эта другая девушка, она выигрывала каждую схватку до этого. И вот женщины вот так дерутся, они практически... Когда женщины так дерутся, это не совсем уже как женщины они дерутся. Там очень много... Они очень сильные, и там много мужского шакти. И я думаю, за 40 секунд чемпионка, которая выигрывала каждую схватку, она была побеждена. Я думаю, в первом же раунде за 40 секунд. И никто не мог в это поверить. И когда у девушки спросили, как ты это сделала, она сказала, я пришла на схватку с видением, как я побежу, и что я сделаю, и как я это сделаю. Она была настолько решительна. Она уже это все в голове у себя видела, она уже выиграла схватку до того, как она произошла. И она потом это просто все притворила в жизнь, и всех ввела вот это вот смятение, потому что до этого никто не мог победить эту другую девушку. А тут 40 минут, а кто эта девушка новая, кто победил? Никто не знал ее даже. Такие вещи по какой-то причине, они в итоге вдохновили меня, потому что у меня нету природы, у меня не природа бойца. Вот это вот бокс, это все, это не при меня. Я больше в интеллектуальном плане, и мягкий. Если кто-то злится, давайте не будем, я не буду его кулаком бить, давай лучше поговорим. У меня нету вот такого вот я выиграю. Победа, поражение, просто будь отреченным. Но нет, когда ты в войне с Майей, ты не можешь так думать. Победа, поражение, просто будь отреченным. Ты должен быть решим, в решимости. Это сладко. И это то, как Прабхупада хотел, чтобы мы подходили к сознанию Кришны. Заходи в игру, чтобы выиграть. Не заходи с настроением, а, ну, может быть так, а может быть так. Всегда есть следующая жизнь. Он точно не хотел. Нет вопроса, сто процентов. Он не хотел, чтобы мы так к этому относились. И если вы прочитаете, что Прабхупада говорит, послушайте его лекции, вы увидите, это очень ясно. Это никогда не было его настроением. Его настроение, ты Мухаммед Али, ты выиграешь эту схватку. Это его настроение. Ты выходишь на этот ринг, где ты преданный. Это война против Майи. Ты заходишь туда, и ты думаешь, Кришна, по твоей милости и помощи мы выиграем эту войну. Я без тебя не справлюсь, но я буду следовать этому процессу. С решимостью я это сделаю, и ничто меня не остановит. Вот чего хотел Прабхупада. Поэтому, когда я увидел эту схватку, я прямо подумал, все должны это увидеть, это удивительно. Эти ребята, они отдали все, чтобы выиграть эту игру. Настолько, что к концу 14-го раунда никто из них, это боксеры, которые тренируются, которые бегают 10 миль, 20 миль, часами прыгают на скакалке, поднимают весы, машины двигают. И в конце 14-го раунда они оба упали, они отдали все. Я подумал, вау. Это настолько вдохновляет. Конечно, их мотив был быть номером один, мы это понимаем. Но я подумал, что это такой хороший пример для нас, отдать все, даже до той последней унции энергии, грамма энергии, чтобы следовать тому, чего хочет Прабхупада. Распространяется знание Кришны. И Кришна смотрит на это и думает, ну ладно, ладно, ты уходишь отсюда, конец жизни, идешь ко мне. Не будет вопроса в этом. и Прабхупада говорит, ты делаешь это, ты посвящаешь себя, ты исследуешь процесс, и ты будешь успешен. И вот, я не планировал говорить так долго. И эта тема, она очень важна, дорога мне, дорога мне, потому что я вижу, что преданные, это часто, что у преданных есть такие сомнения, не знаю, могу ли я в этой жизни это сделать. И Прабхупада, он здесь, чтобы сказать, ты можешь, но ты должен это делать. Единственная вещь, единственная причина, по которой ты не можешь это сделать, это то, что ты этого не делаешь. Единственная причина, по которой ты не можешь это сделать, это то, что ты этого не делаешь. Но это так просто, это причина. Кажется, я вдохновился, наверное. Для меня это такая важная тема, потому что это вся миссия Прабхупады, это почему Прабхупада пришел. И для меня, как ученика Прабхупады, это как, когда я вижу, в чем его миссия, и я вижу, что ее не понимают, это волнует меня, это беспокоит меня. Нет! Это как, вот Прабху, вот бриллиант. Прабху такой, выглядит как кристалл или какая-то стекляшка. А что такое бриллиант? Это то же самое. Смотри, что Прабхупада дает тебе, да, но надо быть реалистичным, и все так сложно, и все по-разному. Вы ученики Прабхупады, у вас все было по-другому, и 70-е годы все было по-другому. И я думаю, это не то, что говорит Прабхупада, это не то, что Прабхупада имел в виду, это не его послание. Его послание бриллиант это бриллиант, это всегда бриллиант, и вот тебе бриллиант, мы его даем тебе. Ты можешь иметь этот бриллиант, просто делай, что сказано. Как ученик Прабхупады, когда я вижу, что бриллиант дается, а люди, они, а, ну ладно, я его положу на полочку, может использую. Это сводит меня с ума. Это меня огорчает. У вас есть кое-что на столько цены, это как если бы у вас был ковид, и у меня есть лекарства, и вы говорите, а, не знаю, сработает или нет. Для некоторых сработает, для меня может нет. Подумаю на этот счет. Потом вы просто умираете, думая об этом, пока вы думаете об этом. Но это больно смотреть. И настроение, которое я пытаюсь передать, это то, что Прабхупада, он на самом деле дает вам что-то более важные цены, чем кто-либо, что-либо мог вам дать. И не осознавать этого, и не использовать это, это самая большая неудача, которая может пасть на любого из нас. И позволить Майя двигать нашу жизнь, это самая большая неудача, которая могла бы пасть на любого из нас. И поэтому это сложно для меня, мой вы ученик, или друг, или ученик моего брата духовного. Для меня сложно это наблюдать, потому что это не должно происходить обязательно. Это не что-то обязательное. Мы можем что-то с этим поделать. У нас есть инструменты предотвратить это. У нас есть знание предотвратить это. И когда мы этого не делаем, то для меня сложно сидеть и наблюдать это, ученик или не ученик. Ты можешь вернуться к Богу в эту жизнь. Ты уже был здесь безграничное количество жизни. Не использовать сейчас эту возможность, не делать то, что ты должен делать, чтобы достичь этого, в этом нет никакого смысла. И это настолько... Это меня ранит. Это ранит меня в том плане, в том смысле, что Прабхупада сделал так много. Он сделал так много, чтобы передать это послание, передать это знание. И потом мы, Его преданные, мы не принимаем Его, мы не хорошо воспеваем, мы читаем Его книги. Это в каком-то смысле... Я знаю, что это прозвучит, возможно, тяжеловесно, но посмотрите на это так. В каком-то смысле, это прямо как удар по лицу. Я знаю, что ты пришел со всем этим знанием, ты посвятил свою жизнь написанию этих книг, но я на самом деле, мне не очень нравится их читать. И мне на самом деле даже читать не очень нравится. Мне нравится читать все другие книги, знаете, по самопомощи. Я знаю, что святое имя там, но у меня много страсти, мне сложно сидеть, контролировать свой ум. Что ты вообще говоришь такое? Преданные говорят эти вещи. И мы, особенно как ученики Прабхупады, когда мы слышим, что преданные говорят эти вещи, мы думаем, как это возможно, что это можно сказать? Мы чувствуем, как будто бы мы подвели вас в том, чтобы помочь вам понять, кто такой Прабхупада, и что он дает вам, если вы так чувствуете. То, что он дает, это бесконечно более ценность, что вы можете получить где-то, потому что неважно, кто что вам дает, они могут дать вам... Вы можете узнать много интересных вещей от разных учителей, но если они не Гауди и Вайшнавы, их учение не возвращает вас обратно к Богу, а это то учение, которое возвращает вас обратно к Богу, и Прабхупада, он дает вам вот этот доступ к величайшим ачариям, к величайшему саду. Вот что он дает вам. Что еще можно хотеть, кроме этого? И таким образом я просто хотел... Я думаю, это важно для вас, когда вы пытаетесь продвигаться в сознании Кришны и смотреть на это через глаза тех людей, которые дают вам это, и что они чувствуют, когда они дают вам это, и чего они ожидают, потому что это поможет вам. А, вот чего мой гуру Махарад ждет. А, вот когда Прабхупада говорил это, вот что он хочет, чтобы я понял или чтобы я сделал. Это поможет вам преодолеть оправдание, но это сложно сделать, не знаю, смогу ли я. Нет. Прабхупада бы не сказал вам делать это, если бы вы не могли это сделать. По крайней мере, он хочет, чтобы вы попробовали это сделать. В этом идея. Поэтому у меня было осознание, реализация. Это простая реализация, но она стала такой подготовкой, как будто она готовилась, стала готовой. Она готовится практически каждый день, варится каждый день, пока вы даете лекции. Я думаю, это происходит для вас тоже. Пока мы читаем слова Прабхупада, мы понимаем, что эти слова, они прорезают каждый кусочек мая. Это необычные слова, которые обычный человек сказал. Они режут, они режут к реальности сквозь маю. Он говорит вещи, как они есть, и мы должны это слышать. И слова Прабхупада, особенно слова в его книгах, особенно Сиданта, которую он дает, это очень-очень мощно. Когда мы начали эти лекции, преданные писали мне и говорили, эти лекции, они помогли мне так сильно, они трансформировали мою духовную жизнь. И я думал, ладно, почему они это говорят? И я думал, две вещи. Первое, мы делаем это каждый день, и мы слышим каждый день слова Прабхупады, и мы должны слышать их каждый день. То есть это одно. И другая вещь, это то, что не в сегодняшней лекции, но в других лекциях, особенно в самом начале, мы читали много, намного больше, чем вы читали, мы обычно читаем на лекциях по Бхагаватам, мы много читали и слышали Прабхупаду. И это было частью моего плана. Я думал, я думаю, что многие из преданных, которые слышат эти лекции, они слышат сейчас Прабхупаду больше, чем они раньше обычно слышали. И вот почему они получают такое влияние, эффект, потому что слова Прабхупады настолько мощные, могущественные, и каждый день мы читаем, читаем. Иногда мы читаем страницы того, что Прабхупада говорил, и это влияние, возможность слышать день за днем постоянно, это настолько трансформирует, потому что это просто прорезает разные слои Майи. И преданные, может, говорили мне, это была хорошая лекция, но сказать, что это трансформирует, полностью меняет мою жизнь, это должно быть из-за того, что мы каждый день читаем слова Прабхупады, и это могущество слов Прабхупады. И когда мы делали эти лекции, я уверен, что у вас была та же реализация, мы осознаем, вау, как Кришна Каршини говорила, ее муж сказал, я стал привязан к этим лекциям, подсел на них. Я думаю, это хорошо, становиться привязанным к слушанию Прабхупады, и все, что я делал, все, что я пытался сделать в этих лекциях, это придерживаться прямо того, что Прабхупада говорил, и объяснять. Это то, как я это понял в контексте других вещей, которые он говорил, похожих вещей, до той глубины, на которой я это понимаю. Так что мы не привносили других книг, других идей, мы просто придерживались. Мы читали Прабхупаду, рассуждали на тему того, что мы читали, и другие все эти источники от Прабхупады. Это было очень сконцентрированное на Прабхупаде Катха. И люди говорят, это меняет мою жизнь, я подсел на это. И я тоже чувствовал, я чувствовал, я не могу точно описать это. Но я изучаю, знаете, час или два или три до того, как я даю лекцию. И потом я читаю и объясняю то, что я до этого читал. И для меня лекция полтора часа, но есть еще один, два, три часа до, когда подготовка. Для меня это минимум два с половиной, а иногда и до четырех часов доходит подготовки утром, просто со словами Прабхупады, изучение слов Прабхупады. Когда я выбираю то, что я хочу, то, о чем хочу поговорить, и потом опять чтение этих цитат. И я делал это три-четыре недели. И я тогда почувствовал очень сильное отречение. Может быть, больше отречения, чем... Я не знаю, если это отречение, правильное слово. Я чувствовал, я чувствовал, как будто бы... Как я могу сказать, чтобы это не звучало, как будто бы я гордый. Я чувствовал, как будто бы... Скажу это так. Я чувствовал себя в безопасности, в прибежище Прабхупады, как будто бы нет Майи. Как будто бы не думать о Кришне 24 на 7. Это было чем-то невозможным. Как можно не думать о Кришне? И как может быть какая-то Майя? Это было как будто бы... Майя была... Как будто бы она отдыхала где-то, а Кришна просто... Взял шествие надо мной, и Майя убежала. И я делаю свое служение в течение дня, 8, 10, 12 часов у меня есть служение. И я сижу с этим чувством, и я думаю, это очень необычное чувство. Необычное... Не само чувство необычное, а именно его интенсивность необычная. Я чувствую, как будто бы никакой связи с Майей, в материальном мире. Я просто чувствую, как можно не думать о Кришне, Он везде, потому что это то, о чем, о ком мы говорим каждый день. Кришна везде, прими, что происходит, ты можешь умереть в любой момент. И я развивал все это настроение, сильного отречения, можно умереть в любой момент, какого бы ни было желания Кришны, и столько проблем из-за этого ковида, и так далее. И мы говорим об этих вещах каждый день. И потом просто мы... Ну да, это просто то, как все есть. И я уверена, это с вами тоже произошло до какой-то степени. И по мере того, как мы проходили через это, я видел этот процесс, который Прабхупада дал нам. И когда он говорит, ты можешь вернуться к Богу в этой жизни, мы чувствуем, да, если ты читаешь, изучаешь, это то, что произойдет, ты становишься отреченным, ты становишься более сознающим Кришну, ты хочешь Кришну больше. Если ты не делаешь этого, тогда тебе надо сталкиваться с Майей, она приходит и создает всякие оправдания для того, чтобы быть в Майе, я такой, я сикой, я не могу. Если бы я дал такое, другое рождение, может быть, я смогу. Все, что мы в этом придумываем, ничего из этого Прабхупада не говорила. Все эти придумывания, все эти оправдания, они не исконик Прабхупада. Это полностью Майя, говорящая, вкладывающая это все в нашу голову. Я слушал кое-что, что читал мой духовный брат вчера, я забыл, какой был контекст, но Прабхупада говорил о воспевании, как это забирает нас из Майи, и он сказал, иначе Майя скажет вам так много вещей, она скажет вам так много разных вещей, столько мыслей вложит вам в голову. И когда я услышал это, я подумал, да, это прямо то, о чем мы говорили все эти лекции. как если Кришна, если нет Кришны, то Майя приходит, и со всеми этими сумасшедшими мыслями, идеями. И когда у нас есть эти сумасшедшие идеи, как мы не можем сознавать Кришну, как мы не можем предаваться, и так далее, и так далее, нам нужно понять, что Майя, она вкладывает эти идеи в наш ум. И Майя, она настолько могущественна, что она вкладывает эти идеи в наш ум, и потом мы говорим себе, я просто использую свой разум, я просто реалистичен. Насколько тонко работает Майя, не так ли? Разве это не факт? Мы думаем, я просто использую свой разум, это просто реальность, это просто как вещи работают, и я должен быть реалистичным об этом. И мы просто придумываем оправдания для того, чтобы опять родиться. Это чистая Майя, которая запряталась под то, что я просто на самом деле использую свой разум, я рациональный, я реалистичный. Но когда мы читаем каждый день, каждый день мы читаем, читаем, слышим, слушаем, вы не можете больше так думать, когда вы читаете каждый день. Это становится нелепым так думать, потому что Прабхупада, он режет, прорезает вот это все. И по мере того, как мы читаем каждый день, я думал, более чем когда-либо, я это раньше понимал, но на эмоциональном уровне я сейчас осознаю могущество слов Прабхупады на себя и на всех остальных. и насколько важны эти слова и последовательности, насколько важны его книги и насколько это неудача для тех, кто не читает их регулярно. И потом я стал думать, все проблемы, с которыми преданные сталкиваются и трудности, им бы не пришлось с ними сталкиваться, если бы они делали этот процесс регулярно, каждый день, слушать, 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 узнавать больше, погружаться в слова Прабхупады. Есть много других вещей, которые можно слышать, читание Бхагават, Прихад Бхагаватам, столько разных вещей, но особенно для молодых преданных, у которых нету крепкой, которые не так много слушали регулярно книги Прабхупады, слушать что-то другое регулярно может быть опасно. Это может быть опасно, потому что слова Прабхупады, они точно сшиты, сделаны, скроены под то, что нужно нашему сердцу, что мы стали сознающими Кришну. Пренебрегать словами Прабхупады опасно даже для старших преданных, потому что это может в какой-то степени отдалить их от сердца Прабхупады, но особенно для более молодых преданных, потому что слова Прабхупады, они специально созданные лекарства, люксовое лекарство для наших аннард. Это интересно, слова, да, что слова Прабхупады это люксовое лекарство для наших аннард. Он знает именно как травник, он знает, как смешать с травой, как все это смешать, чтобы помочь. каждый день это заходило в меня все глубже, насколько могущественны эти слова. И потом я мог видеть, как вы все можете, что насколько бы не была могущественна Майя, эти слова гораздо более могущественны. Любые глупые вещи, которые Майя говорит, эти слова гораздо могущественнее. Но если у вас нету этих слов, тогда у вас нету брони, у вас нету оружия, чтобы справиться с этим. Надо подключить телефон, зарядку. Если странные звуки, дайте мне знать. Да, слова, лекарства Прабхупады, слова Прабхупады это лекарства, сделанные на заказ, выкраны на заказ, чтобы вылечить нашу анархию. Так что я просто хотел сказать всем вам, что то, что я вижу, когда они мучаются, когда преданные мучаются, когда преданные в Майя, когда они делают оправдание, а я это вижу все время, это больно, потому что так не должно быть. Если мы получили какой-то вкус к святому имени, к чтению книг Прабхупады, все читается. Это не так, что ваши проблемы уйдут, они просто, у них не будет влияния на вас. это признак сознания Кришны. Не то, что за одну ночь все анархи ушли, не так, что больше нет проблем в этом мире, у этого всего больше не будет влияния на вас, они не будут мешать вам читать хорошие круги, не будут мешать вам делать служение, у них не будет никакого значимого влияния на вас. Но когда мы не в этом правильном состоянии сознания, они будут иметь значимый эффект на вас. И когда Прабхупада видит вас в этой ситуации, Прабхупада думает, я дал вам все. Как вы можете быть в этой ситуации? Я вам дал лекарство. Лекарство, оно излечит все эти проблемы. Как вы можете позволить себе? Как вы можете делать эти оправдания, позволить себе уйти в угол из-за того, что вы вот так вот чувствуете себя сегодня, или потому, что кто-то сказал вам на прошлой неделе? Почему вы можете позволить этому прервать свое служение? Почему вы позволяете этому повлиять на ваши круги? Почему вы позволяете это компрометировать вашу садхину? Вот что думает Прабхупада. Я думаю, это так полезно и настолько могущественно, когда вы смотрите на свое сознание Кришны, чтобы поставить это в контекст с точки зрения тех людей, которые хотят вам помочь и как они могут видеть вас. Я дал вам все, а вы не переваривайте это. Не усваивайте. Я дал вам все, а вы не усваивайте это. Это очень мощно. Так, вы столько комментариев сделали, я их все пропустил, и сейчас уже 25 минут, 9.25. О, мой Говинда, как мы все сейчас комментарии успеем просмотреть? Возвращаться к комментам, это как будто бы получить ревью всего, все лекции. И это забавно. Камания, она то, что срезонировало с ней, то, что ей кажется ценным, она эти цитаты в комментарии добавила. Это служение вашему гуру вернуться обратно к Богу. Вот, да, у нас маленький вывод из лекции здесь. Если мы не хотим возвращаться к Богу, то что мы делаем в этом движении? О, я это сказал? Это так забавно. Камания, ты не знаешь, как это забавно для меня читать то, что я только что говорил за последний час, потому что очень часто, когда ты говоришь или пишешь, а потом ты это читаешь, ты думаешь, кто это сказал? Это здорово звучит. Это забавно, это значит, что Кришна вдохновляет нас, это не мы говорим. Зная, что у нас есть так много помощи в спасении себя, это очень хорошо чувствовать. Да, вам не надо это, вы не должны это делать в одиночку. Я думаю о Джорджа Харрисоне, он был очень дорог к Прабхупаде, он делал великое служение. Я слышала, что в последние дни Прабхупада он в какой-то момент снял свое кольцо, позвал ученика и сказал, отдай это Джорджу. Прабхупада был окружен своими старшими учениками, но он думал о Джордже Харрисоне и он хотел благословить его таким личным подарком. Я думала, что Шрила Прабхупада наверное просто решил забрать вот такого как он просто к Богу, потому что он любил его. Да, возможно, он мог это сделать. Давайте удовлетворим Прабхупаду так сильно, что он станет вынужден забрать нас обратно к Богу. Кристи спрашивает, какие другие факторы могут значить, что мы нехорошо выполняли свои обязанности как преданные, если мы исследуем 16-4? Просто наставление, которое Прабхупада дает в своих книгах, тщательно делать вещи по совести, попытаться развить правильное сознание, которое Прабхупада попросил нас развить избегать вещей, которые вредны для нас. Для нашего бхакти. Я все чихаю после того, как я принял лекарства от аллергии. Это невероятно, да? Я аллергичен к атому валачу. Вот в чем проблема. И это лето. Кришна Кришна Кашин, я правильно поняла, что вы сказали, что кто-то может вернуться к Кришне, если мы сделали особое служение и получили особую милость, даже если мы не полностью чисты. Да? Кажется, это то, что Прабхупада говорит. Это один метод понять это. Я видела, что некоторые делают удивительное служение своему гуру, но пренебрегают саданой. Да, иногда Прабхупада говорил, что так бывает, но он никогда не говорил, ну, распространяйте книги всю жизнь, и вы вернете к Богу, что значит, автоматически вам не надо читать 16 кругов и соблюдать принципы. Нет, он никогда так не говорил. И мы можем предположить, что чтобы сделать это служение, вам надо вычитывать 16 кругов, исследовать четырем принципам, чтобы делать это хорошо всю оставшуюся жизнь. Поэтому такого никогда не было сказано. Прабхупада говорит, это служение, оно настолько дорого Кришне, что если ты делаешь это, то Кришна заберет тебя обратно к Богу. Но можно также спросить, а как это можно делать, если ты не воспеваешь хорошо? Виджай Лакшми пишет, чистый преданный хочет служить Кришне, но и не хочет, и не волнуется о том, где, он просто хочет служить. И когда ты чувствуешь себя таким образом, он тебя посылает к Богу или посылает тебя дальше проповедовать? Ну, Виджай Лакшми, когда ты принимаешь лекарства, которые тебя засыпляют, а ты спал только пять часов, ту ночь, то сонливый эффект длится весь день потом. Это была моя проблема. Я в тот день давал лекцию, и после лекции я облокотился на стул, и только через час с половиной я вернулся в сознание. Так что я боюсь этого лекарства. Даже родившись в хорошей семье, внутренние враги будут пытаться стянуть себя вниз. Да, нет идеальной ситуации. Есть более выгодные ситуации, которыми можно воспользоваться. Но если ты ими не воспользовался, то они такие уж и выгодные. Так что родиться в хорошей семье это хорошо, но если ты не используешь эту возможность и подашь со своим монархом, то это нехорошо. Но если ты родился в плохой семье, но ты воспользуешься возможностью Прабхупады, то все будет хорошо. И это послание. Вместо низкоклассной можно было использовать слово некультурной. Я думаю, надо было использовать слово деградировавший. В принципе, это был человек, который занимался тамасичными деятельностью. Что тамасичный, падший, онкультурный, некультурный. Джордж Хэррисон был в Прабхупаде, и он в итоге оставил тело с преданными воспевавшими Харе Кришна. Я думаю, он ушел к Богу. Часто Прабхупада говорил, если ты оставляешь тело, пока ты воспеваешь, или пока ты слышишь воспевание, ты уйдешь к Господу. Так что это можно добавить в наш список, как вернуться обратно к Богу, распространять книги, строить храмы, пурский, делать другие вещи, которые Прабхупада говорил, и также воспевать Харе Кришна или слышать воспевание во время смерти. Ну да, для Аджамила некультурный слово немножко бескультурный не подходит. Это просто очень вежливое слово. Деградировавший наверное лучше подойдет, падший. Деградировавший это, я думаю, хорошее описание Аджамилы. Потому что Аджамила пал, то есть он деградировал сверху вниз, а охотник он, его жизнь была просто варварской, зикарской, практически каннибалистической. Не думаю, что он убивал и ел людей, но она была варварской. Спасибо за поделивание. Вы добрызвали. Сосни это обязательно британское. Он проверяет. Да, зацените это такое выражение британское. Да, я это выражение услышал в Англии и потом привез в Америку. Потом я сказал это и все на меня посмотрели. Что это значит? Это же в Америке. Катерина говорит, спасибо вам. Замечательная лекция. Если мы верим в предание Кришне, то все возможно. Прабхупада думает, что ты можешь это сделать. Меня это очень сильно вдохновило. Я думаю, что это важно, потому что иначе зачем Прабхупаде это давать, если он не думал, что это увенчается успехом у нас. в Индии есть пословица в Индии, если ты хочешь чего-то очень сильно, то вся божественная сила поможет тебе, чтобы достичь этого. К сожалению, мы читали уже подношения Навьеса Пуджу. В 2012 году Бхактичару Махарайдж писал подношения Прабхупаде, где он выражал свою готовность оставить тело. И мы другие такие случаи тоже знаем, что преданные выражали желание оставить тело, и Кришна это устраивал вот так по щелчку. Так что это несложно. Нет, я понимаю, что, конечно, оставлять тело это сложно, и так или иначе его приходится оставлять. И вот двое преданных, они были очень близки друг к другу. Это произошло с двумя преданными, и они оставили тело, может быть, с периодом одного месяца друг от друга, и они оба выразили это желание уйти, и они умерли как-то очень внезапно. Просто бум, и все, их нету. Очень легко ушли. Они оба хотели уйти, и они оба оставили тело во Вриндаване. Интересно, да? Это правда. Будьте осторожны со своими желаниями, потому что Кришна, Он самый верховный исполнитель наших желаний. Может быть, Викаш, тебе нужно посмотреть, тебе не нужно смотреть все видео схватки Мухаммеда Али, просто посмотри три-четыре последних раунда. Может быть, если ты посмотришь, ты поймешь, вот что значит иметь решимость. Ты идешь туда, чтобы победить, и ты отдаешь все свое, все. Ты не сдашься до того, как ты не победишь. Камалакхи это замечательно понимать, что если мы следуем процессу, мы будем успешны. Как мы понимаем и инкорпорируем концепцию, что Кришна, Он также дает нам милость? Вот как ты получаешь милость. действуй так, как будто бы все зависит от тебя, молись, как будто бы все зависит от Бога. Если ты берешь на себя то, что «Я следую... Я вернусь... Я сделаю все, что я могу, чтобы вернуться к Богу... Но ты понимаешь, что все, что ты делаешь, оно даст тебе милость, и это не так, что ты это делаешь. Ты делаешь действие, и действие дает тебе милость, И милость в итоге тебя уводит к Богу. Вот как ты это понимаешь. Не просто я прорву сквозь Брамаджиоти на галоку Вриндавана. Нет, не так. Я сделаю, что мой гуру просит от меня, что Прабхупада просит от меня. И таким образом я получу милость, чтобы я смог это сделать. Дорогие преданные, Майкл Джордан — это очень известный игрок в баскетболист. Все должны знать, кто такой Майкл Джордан. Это мы в Америке так думаем. Если кто-то известен в Америке, то как будто бы он везде известен. Мухаммед Али общался с Бахтитирткой Свами. Бахтитиртка Свами навещал его, Мухаммед Али, когда он был в Лос-Анджелесе, и давал ему много печенек. Так что он пил много просада. Не пил. Это я сейчас пью. Он ел. Вот я сказала. Разве это не забавно? Не знал о Майкле Джордане и Тамал Кришне Махараджи. Да, это интересно. Но я нахожу в своей жизни, что есть что-то, что я пытаюсь культивировать, какое-то качество. Иногда я очень вдохновляюсь, когда я вижу это качество, и это не обязательно преданный. И я не могу отрицать, что оно меня вдохновляет. Ты то можешь сказать, почему ты вдохновлен этим? И я говорю, я думаю, это то, как я думаю и чувствую. Потому что Кришна дал этому человеку, вложил в этого человека определенные шахти, которого, я чувствую, у меня не хватает. И посредством того, что я смотрю на него, я понимаю, что это за шахти. И один раз я слышал о каких-то людях, которые стали очень успешными и были очень решительны, и я понял, что они более решительны быть успешными материально, чем я был решителен в том, чтобы стать успешным в сознании Кришны. И это объяснило для меня их умонастроение, как они думали. И они думали не так, что я попробую, они убрали в своем уме любую возможность того, что у них может не получиться. И вот в чем... И тот, кто давал лекцию, сказал, вот в чем разница, хотеть чего-то или давать обязательства по отношению к тому, чтобы достичь чего-то. Я подумал, это интересно, да. Я хочу быть сознающим Кришну, это отличается от того, что я даю обязательства быть сознающим Кришну. Когда ты даешь обязательства, нет никакого другого конца этой истории, кроме того, как действительно стать сознающим Кришну. И... 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 И, да, когда я смотрел этих людей, я увидел вот эту вот решимость и вот это вот обязательство к достижению своей цели, и меня это вдохновило. Да, я не хочу жить их жизнь или иметь их сознание, но я взял эту пользу. Когда я замечаю что-то... Я часто говорю, когда я был молодым, я был серфером, и мы в очень холодной воде иногда серферим. И иногда это была большая эскеза, потому что океан был суровым, было сложно грести. И как брамачари, нам иногда приходилось потом принимать холодный душ. Я думал, ну, я это раньше делал, холодная вода для своего чувственного наслаждения, поэтому прямо сейчас где-то есть тоже серферы, где-то в Ирландии, и они замерзают там в холодных волнах. Но... А я это делаю для Кришны, и это вдохновляло. Я гулял в парках, и я видел, как эти люди, 70-летние, они бегают в 5 утра. И я мог бы подумать, а, ну, в следующей жизни станут лошадьми, они, наверное, много едят, поэтому им надо бегать. Это может быть и правда. Но я предпочитаю смотреть на это так, что этот человек, он настолько решителен, чтобы стать успешным в жизни, чтобы быть здоровым, что они уже не спят в 5, совершают уаскезу. Я должен взять вдохновение из этого, чтобы в своем собственном бакте я был бы так же вдохновлен. Почему бы не думать так? Это помогает мне. Поэтому я думаю, я стал... Мне понравилось вот это в боксе, потому что я чувствовал, что в какой-то момент быть успешным тебе нужна вот такая агрессивность, тебе нужно вот это вот... Мы должны это сделать, мы должны сделать это идеально, мы это сделаем. И это... Я не был рожден с агрессивной природой. И я могу видеть, что иногда в моей жизни, что это очень помогает не иметь такой агрессивной природы. Это очень хорошо для отношений, это хорошо для того, чтобы находиться в сад-вагоне. Но я также могу видеть, что иногда я мог бы быть более успешен, если бы я был более агрессивен. Нет, мы сделаем вот так, мы должны сделать так, здесь нет никакого вопроса в этом. И когда я видел это качество в монострении боксеров, я подумал, вот, мне немножко вот этого нужно, это может помочь. Наверное, можно на Ютубе это найти как самая великая схватка. Вот так вот это, наверное, называлось. Я просмотрел это как можно быстрее, много времени не хотел тратить, но когда дело дошло до последних раундов, я подумал, «О, вау, эти ребята, они отдали всю свою жизнь, они настолько сфокусированы на победе». И у них не осталось никакой энергии. Это было настолько удивительно. Одна из самых удивительных вещей была то, что, я думаю, это был 12-й раунд, и Мухаммед Али, он сказал своему тренеру, «У меня нет энергии больше сражаться». А он ему говорит, «Найди эту энергию, ты должен, найди ее где-то». И стиль Мухаммеда Али был то, что он так вот пританцовывал, потому что тогда его оппонент не мог до него, его стукнуть, потому что он был двигающейся мишенью. И это легко делать в начале сфотки, но к концу, когда все устали, сложно. И когда кто-то уже уставший, а ты все еще можешь продолжать драться, ты можешь это воспользовать. И он был полностью вымотан, и танцевать вот так вот на ринге, это было необходимостью, он считал это необходимой тактикой, он всегда это использовал. И он в 13-м раунде вышел и начал танцевать опять вот так на ринге. И комментаторы, они были в шоке, откуда пришла эта энергия к нему. И это просто пример, когда ты решителен так или иначе, эта энергия, она просто приходит, она дается тебе, потому что ты хочешь чего-то достичь большого. И я читал эту историю об Актичарусами, и кто-то делал что-то, и Махарадж, он сказал ему, «Ты не делаешь это достаточно хорошо, ты можешь делать лучше, это не идеально, делай это идеально, это для Прабхубады». Вот это вот настроение, того, что мы должны быть, настолько хороши, настолько мы можем, мы должны делать свое служение наилучшим образом. Есть люди, которые были рождены с этим настроением, ментальностью, а некоторые не рождены из нас. И Прабхубада говорит, «Нам нужна эта ментальность, это умное настроение, если мы хотим быть успешными в сознании Кришны». А что это меня вдохновило? Я чувствую, что, может быть, вас это вдохновит или нет. Но если есть что-то, что вы видите в другом человеке, что может помочь вам в сознании Кришны, почему бы не использовать это? Иногда вы видите, что человек очень смиренен, и ты думаешь, «Я должен быть таким же, этот человек вдохновил меня». Почему бы не взять это вдохновение, если это для Кришны? По крайней мере, для меня это работает. Я не сижу, смотря бокс, я не рассиживаю, смотря, как люди поют, но иногда есть какой-то певец, который настолько хорош. И меня это вдохновляет. Пять также для Кришны. Ты поешь так хорошо, столько эмоций вкладываешься. Это должно быть для Кришны. Я бы хотел также петь для Кришны. Давай попробуем. Вот как я чувствую. Или вы актер, и вы смотрите фантастическое актерское мастерство и получаете вдохновение. «О, мы должны быть такими же для Кришны». Или писатель, читаешь чужие романы, чтобы почерпнуть что-то. Я хочу вот так же писать для Кришны. Поэтому, если вы это держите в контексте сознания Кришны, то это может сработать. Но будьте осторожны. Кришна Каршни говорит, «Я думаю, что мы ищем оправдание, и я говорю о себе так же, потому что наше желание вернуться к Кришне не сильно». Да. Правда такова, что сила воли настолько хороша, чтобы, если мы действительно хотели чего-то, то препятствия, они бы не были важны. Поэтому кажется, что решение таково, чтобы сделать желание вернуться к Кришне более сильным, чем оправдание, и тогда оправдания уйдут. Я, с моей точки зрения, вижу, что я не настолько сильна, у меня не настолько сильно желание вернуться к Кришне. Кришне Каршни. Если ты читаешь книги про Бхупаду каждый день, это желание станет сильным. Тебе надо читать больше. Это очень-очень важно. И любой, кто не читает, достаточно, по крайней мере, один или два часа. Вам нужен по крайней мере час. Это как, если ты хочешь вылечить болезнь Майи, ты должна принимать лекарство, которое Бхупада создал, и тебе нужно его в достаточном объеме. Если ты достаточно принимаешь, то все будет нормально. Майя попробуется добраться до тебя, но у тебя будет достаточно противоядия в тебе, чтобы не податься. Вот где твое желание стать сознающим Кришну станет сильнее. Если ты читаешь достаточно, то Бхупада, он просто подтверждает сотни причин, почему мы должны быть более сознающими Кришну, и сотни способов, как Майя попробует тебя отвлечь. Нам надо стать аллергичными к Майе, кто-то написал. Да, точно, я это говорил много раз. Я молюсь, Екатерина, что ты станешь аллергичной к Майе. Кто-то пишет, что кому-то надо уйти, и он дослушает лекцию потом. Увидимся потом, Джайрадхи. О, Паркер знает. Паркер знает. Она по-русски, это была ее первая победа. Да, там написали имя вот этой девушке, которая проиграла схватку. Да, интересно, что вот эта девушка, которая выиграла схватку, она была очень смиренной. И после схватки с ней говорили, и она говорила, это другая девушка, я ее так сильно уважаю, мой оппонент. Это было интересно. У нее была такая суперсмиренная отношение, но при этом она просто уничтожила человека в схватке. Поэтому нельзя говорить, что нельзя быть одновременно мощным и смиренным. Эта девушка в схватке, которая выиграла, она олицетворяла оба этих качества. Я ничего не знал о смешанных этих искусствах, пока мой сын не рассказал мне. Это очень такой брутальный спорт. Джо Ханна пишет, если я поняла правильно, выиграть в материальном мире не только связано с волей, но и с нашей кармой. Но я думаю, только в сознании Кришны ваша предыдущая карма, она не считается. Есть только милость Кришны. Да, я думаю, нам надо сказать, что вещи синергично работают, они комбинируются вместе, и Кришна может использовать вашу карму или уничтожить вашу карму. Но Прабхупада говорил, что для преданных карма замедляется. Конечно, есть какое-то влияние, но в то же время Кришна может менять ее, а может быть, и не будет, и не захочет менять. Это не что-то, что вы всегда идеально понимаете в каждой ситуации. Но в конце концов вы продолжаете идти исследовать процессы, зная, что это трансцендентно. Если я следую ему, я буду успешен. Мы слушали с большим вниманием. Я прошу прощения, что мы так сильно задержались. Читаю комментарии, вопросы. Прабхупада говорил, никогда не сдавайся. Начинай, начинай опять. Какой-то день ты станешь успешным. То, как стать успешным, это то, что ты никогда не сдаешься. И те, кто не достигают успеха, это те, кто сдаются. Наконец, я чувствую, как будто бы меня стукнул кулак знания. Ну, хорошо, получи. получи удар кулаком знания. Может быть, это будет название сегодняшней лекции? Раньше говорили разрезать мечом знания, а сейчас говорят стукнуть кулаком знания. Да, нужно вот такой вот огонь кшатрийского духа. кто-то что-то другое написал, не по теме. Да, умирать сложно. Это всегда неожиданное что-то и болезненное. И в четверг будет лекция. Подождите, пока появятся рекламы. Объявление, не реклама, объявление, лекции этого обеда, четверга. Как справиться с уходом преданного любого человека, но особенно преданного. Я думаю, это будет полезно. Кто-то написал, что эту лекцию сегодняшнюю стоит слушать каждый день. Да, я тоже. Спасибо, что остались так долго и послушали. Пожалуйста, поделитесь этой лекцией, если думаете, что она может быть полезна кому-то. Может быть, надо записать, транскрипировать эту лекцию? Потому что Кристия готова сделать транскрипцию. Она делает транскрипцию вчерашней лекции тоже. И мы редактируем вчерашнюю лекцию, чтобы суть того, что я говорила сердце Бхакти Чару с вами, было отдельным видео. Так что будет более короткое видео, также доступно. Более короткая версия будет доступна. И транскрипция тоже будет. И увидимся со всеми вами завтра. Увидимся сегодня вечером, если вы хотите присоединиться в 7 на лекцию с испанским переводом. Вы все приглашены, это в Зуме. И все должно быть на Фейсбуке, все объявления. И должно быть также на сайте. Если преданные делают все правильно, то это все должно быть на сайте тоже. хорошо. Харе Кришна, Джай Прабхупад.